Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ установлены подозреваемые в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники организовали компании, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензии, ни соответствующей разрешительной документации у них не было. Нашими сотрудниками раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем. Выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке. Через некоторое время после того, как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 млн. рублей. Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов – соучредители подставных компаний. К каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определенная роль – руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом и товарно-сырьевом и криптовалютных рынках. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся обыски. Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании меры пресечения.